Этот выпуск посвящен не спортсменам, а тем, кто остался вне прицела фото и видеокамер. Волонтеры, судьи и болельщики – главные герои этой программы. Мы себя зарекомендовали очень хорошо на республике. Это было самое, не побоюсь этого слова, грандиозное соревнование. Вся Белоруссия приняла участие в проведении этих вторых европейских игр. Что открытие, что закрытие, я скажу, это, конечно, незабываемые эмоции, которые невозможно передать словами. Открытие безумно захватывающее. Ну, это было очень такое, волнительное даже, я бы сказал. Наша маленькая страна, она действительно маленькая, она заявила не только на Европу, она заявила на весь мир. Чтобы отобрать волонтеров на вторые европейские игры, по всей стране проходили кастинги. Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины не стал исключением. К отбору лучших студентов для волонтерства присоединились на всех уровнях, от организаций студенческого самоуправления до деканов факультетов. Для гомельского вуза выбрать лучших не составило труда. В ГГУ имени Франциска Скорины хорошо развито волонтерское движение. К нам приезжала дирекция, которая разговаривала с ребятами и рассказывала вообще про вторые европейские игры. Далее мы проведили отбор внутри университета, где отсматривали ребят, которые подходили под критерии волонтера. Они были ответственные, коммуникабельные, умели разговаривать, владели английским языком. Были тесты английского языка, различные тренинги. И в зависимости от их показателей, то есть как они проходили свои тесты, тренинги, у них был рейтинг свой. Соответственно, далее менеджеры их отбирали на определенные свои позиции. В ГГУ имени Франциска Скорины отобрали 150 человек. Большая часть гомельских студентов отправилась в Минск. Одни выполняли роль переводчиков, другие работали на спортивных объектах. Порядка 20 человек были задействованы на фан-зоне в Гомеле. Они рассказывали людям определенные про игры, делали рассадку, развлекали их. Но вообще в спортивных мероприятиях мы очень хорошо сотрудничаем с руководством города Гомеля, которые предлагают нам поучаствовать в мероприятиях и приглашают ребят в качестве волонтеров. Волонтеры из университета имени Франциска Скорины помогают не только на спортивных мероприятиях. Например, в прошлом году они ездили в столицу на детское Евровидение. Студенты гомельских вузов зарекомендовали себя хорошо. Вторые европейские игры только подтвердили это. Наши дети-волонтеры тоже там помогали, их с удовольствием берут на такие мероприятия, так как они проявляют себя очень коммуникабельными, очень ответственными. Я думаю, что мы себя зарекомендовали очень хорошо на республике, потому что они четко понимают все свои действия, всю свою работу. Мне приходилось видеть много открытий, многих соревнований, но, пожалуй, это были самые, не побоюсь этого слова, грандиозные соревнования. Можно отметить, конечно, работу и режиссера, и работу организаторов, и прежде всего, работу волонтеров. Кстати, на стадионе мы встретили наших волонтеров с нашего университета. Это лучшие юноши и девушки нашего факультета. Они мотивированы, они сами приняли участие в отборе. От университета имени Франциска Скорины на Европеаду ездила большая делегация. Болели они за спортсменов, которые учатся в этом университете. Посещали соревнования по легкой атлетике, боксу, дюдо и велоспорту. Беларусь показала себя во всей красе. Это и работа волонтеров, конечно, прежде всего, и простых людей, которые встречали спортсменов, беседовали с ними, работа в фан-зоне. То есть огромное количество людей. Такое впечатление, что вся Беларусь приняла участие в проведении этих вторых европейских игр. Никто не остался в стороне. Только с факультета физической культуры на Европейские игры ездило порядка 200 человек. Особый интерес к мультиспортивному форуму проявили иностранные студенты из Китая и Таджикистана. Они посещали открытия, закрытия и ряд соревнований. Им было отмечено, что это грандиозное событие. И разговаривал я со студентами, нашими олимпийцами, которые видели открытие Олимпийских игр в Пекине, видели Олимпийских игр, открытие в Лондоне. И не сказали, что наше открытие им понравилось даже больше. Евгений Плохотнюк, Артем Посредников и Елизавета Юмина волонтерствовали в эпицентре событий. Впечатления от работы остались хорошие. Благодаря играм у ребят была возможность познакомиться с известными людьми в сфере спорта. Это главное событие нашей республики Беларусь, которое проходило с 2021 по 2030. Отбираться мы решили, потому что мы хотели, во-первых, увидеть, как проходит сами это соревнование. Во-вторых, это действительно очень хорошее дело для нас было. Плюс еще это колоссальный опыт как для спортсмена, так и для будущего специалиста в сфере спорта познакомиться со спортсменами, пообщаться. Мы опыт получили все огромнейший. То есть это также взаимодействие, помощь вместе со зрителями, также со спортсменами. То есть если им действительно что-то нужно было, ты должен был подойти им и помочь. То есть ты должен был не отказывать. Мы научились никогда не говорить «нет». Мы научились говорить, что мы все можем, мы все умеем и мы все знаем. Общение в группах и, наверное, безумная практика, безумный уровень практики английского языка. Не только английский. Там и польский, и румынский, и кого там только не было. Мы там уже пытались как-то общаться. И самое странное, что мы понимали друг друга, что нужно, куда доехать. На моем объекте было таково и две смены, так как начинались соревнования с самого-самого утра. Чекин я проходила в 6.30. Чекин – это регистрация. И вплоть до того, что в час ночи мы уходили. Но это если две смены. Например, первая смена работает с 6.30, там до 4, допустим. Вторая смена в 4 пришла, должна сразу покушать пойти, пройти чекин и выйти на смену. Смены длились… На самом деле, у всех на позициях это все по-разному. Но, например, у кого-то это 12 часов, у кого-то это 8 часов. Сложно, конечно, было первое время, особенно с непогодой, которая случилась у нас в Минске. Но, к сожалению, ничего не поделать. Слава богу, у нас была безумно замечательная экипировка. Все было на высшем уровне. Это не только было для спортсменов, для волонтеров. Это просто… Ну, большое им спасибо. Для себя волонтеры узнали много нового. Например, как проходят соревнования в других странах, как они организовываются. Особенно запомнилось студентам царившая в Минске атмосфера. Сопровождение церемонии от президентского оркестра. Вся программа открытия была сделана на белорусском языке. И при этом были представлены наиболее известные представители нашей страны именно из истории. Также это очень массовое событие. 20 тысяч человек только на «Динамо» присутствовали на открытии. Это не считая спортсменов. И сами спортивные соревнования проходили на очень высоком уровне. И наблюдать было интересно. И наблюдая за соревнованиями, было видно, что зрителям тоже это интересно смотреть. И они не пожалели, что пришли. Что открытие, что закрытие, я скажу. Это, конечно, незабываемые эмоции, которые невозможно передать словами. То есть это вот ты увидел вживую, ты запомнишь это на всю свою жизнь. Так же, как и соревнования, которые проходили там. Минск был полностью готов к проведению игр. То есть на каждом практически углу стояли баннеры, которые показывали, что проходит в этом городе. Так же расписание соревнований было везде. Открытие безумно захватывающее. Самое интересное, что у нас представлено на соревнованиях, это дополнительная реальность. Я никогда еще не встречала в своей жизни, как на таких мероприятиях можно все сделать с дополнительной реальностью. Когда ты можешь в своем телефоне, с помощью своего телефонного приложения увидеть зубов, которые идут. Или же аисты, которые летают. И это безумно красиво. Или же как не просто там огонь горит какой-то, а как распускается папороск ветка. И это безумно красиво. Больше что мне всего понравилось, наверное, у нас были браслетики, которые передавали световую импульс. В определенный момент загорались определенным светом, в определенном такте. Это сопровождалось еще больше. И ты понимаешь, что на одном человеке один браслетик. И ты смотришь на вот это количество маленьких огоньков, и ты поражаешься, сколько сейчас находится с тобой рядом людей. Просто безумное количество. Когда начался парад атлетов, как все просто зрители начали аплодировать. У меня лично уже болели даже ладошки, потому что все стояли, во-первых, все стояли и хлопали пока что. Все пройдут атлеты. Атлеты выходили с глазами такими, они были в шоке. Но это видно даже было, потому что я сидела довольно-таки близко к самой арене, к танцполу самому. Когда появился неожиданно этот огроменный зубр, и все побежали с ним фотографироваться. И это прям, знаете, аж как-то приятно стало, что именно зубр стал нашим визитной карточкой, наверное. Я даже не буду молчать про оркестр, президентский оркестр, который вышел, и все хлопали, там были в шоке от того, как они выполнили свою роль в данном мероприятии. Просто замечательно. У меня только положительные эмоции. Когда ты стоишь, и в 20 метрах от тебя сидит президент Международного Олимпийского комитета, президент Европейского Олимпийского комитета, Александр Григорьевич Лукашенко, Путин. Ты сидишь и думаешь, что, как это произошло со мной, почему я тут стою, и ты в таком шоке. И ты смотришь на этих людей, и у тебя открывается рот, и ты просто счастлив, что ты находишься здесь. Обучались волонтеры удаленно. Им на почту приходили тесты по английскому языку, которые они должны были решать. Было много информации про первые европейские игры. Это были тесты по английскому. Большинство вопросов там было на английском. Потому что надо развиваться было. Это новые слова, потом эти слова новые переходили в определенные фразы. Эти фразы переходили в определенный текст, и в конце ВДГ мы уже полностью могли ответить на данный вопрос. Конкретно на английском полностью. Очень много было, что для меня удивительно стало, это история первых европейских игр. Большое количество там, вплоть до того, что мы изучали, как будет на азербайджанском. Привет, как дела, что там вам нужно. Это было интересно. Мы смотрели большое количество роликов про открытие и закрытие европейских первых игр. Когда я смотрела европейские первые игры, открытие, я думала, ничего себе. И я была уверена на 100%, что мы должны лучше это сделать. И мы это сделали. Мы выстрелили так, что впереди только Олимпиада. В перерывах между работой студенты успевали погулять по столице. Была у них возможность посещать и соревнования. Наши герои ходили на баскетбольные матчи 3 на 3 и на легкую атлетику. Мы лично посетили баскетбол 3 на 3. Это, во-первых, для меня был очень интересный вид спорта, потому что он немножко отличается от большого баскетбола. То есть для меня было интересно понаблюдать, как проходит эта игра, как зарабатывают команды очки, как они борются за свои места. Вот мы попали на полуфинальные и финальные игры. То есть эмоции, которые переживал зал, когда играла и наша сборная, и соседние сборные, которые играли. То есть зал поддерживал всех, они болели за всех. То есть такого не передать словами. За третье место они боролись очень сильно. И вот эта вот живая радость настоящая, это не передать просто словами. Мы действительно рады и гордимся тем, что наши спортсмены белорусские заняли в соревнованиях мирового, скажем так, уровня второе место. На легкую атлетику я влюблена в этот вид спорта по уши. Я была на полуфиналах. К сожалению, на финал я не попала, потому что у меня выпала смена. Но я сидела, смотрела с телефоном, там между заказами, когда у меня было время, я сидела, смотрела, болела за наших. Легкая атлетика – это просто такое мероприятие. Это стадион масштабный. Болельщики, которые поддерживали, приходили с плакатами, что белорусы вы лучшие. Когда судья что-то говорит, или же комментатор что-то говорит, а болельщики перекрикивают словом «Беларусь» или же аплодируют и поддерживают. Это просто незабываемое ощущение. К слову, волонтеры вторых европейских игр не только помогали в фан-зонах и на спортивных объектах. Вместе с пограничниками и таможенниками они дежурили в пункте пропуска «Новая Гута». Во время проведения вторых европейских игр белорусскую границу в этом пункте пропуска пересекли сотни иностранных туристов, часть из которых стали гостями или непосредственными участниками спортивного форума. Для пересечения границы создали максимально комфортные условия. Для всех лиц, следующих на вторые европейские игры, будь то спортсмены, участники, болельщики, выделен отдельный канал, на котором учисляется приоритетный пограничный и таможенный контроль. То есть лицо, предъявившее либо билет, либо аккредитацию на вторые европейские игры, оформляется в приоритетном порядке. Волонтеры вторых европейских игр на пункт пропуска приезжали вместе с пограничниками. Их задачей было рассказать гостям нашей страны о спортивном празднике и пригласить принять в нем участие. За день они раздавали по несколько десятков брошюр с расписанием соревнований, адресами их проведения и советами для посещения спортивных объектов. Кроме раздачи буклетов, волонтеры успевали обсуждать с туристами результаты соревнований и медальные зачеты. Рабочая смена волонтеров продолжалась по 12 часов. Все это время им было необходимо быть вежливыми и в хорошем настроении. Еще одно обязательное условие для волонтеров вторых европейских игр – это знание хотя бы одного иностранного языка. Например, Прасковья Примаченко из Гомельского университета имени Франциска Скорина и Ангелина Сметана работали вместе. Одна знает немецкий язык, вторая – английский. Девушки рассказывают, что им несколько раз приходилось использовать знания на практике. Люди с улыбкой отвечают, что они знают. Если некоторые люди не знают о том, что проводятся европейские игры сейчас на территории Республики Беларусь, мы как бы их рассказываем о играх, какие виды спорта проходят. Даем буклеты, вот эти красивые буклеты. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на церемонии торжественного закрытия спортивного форума, поручил создать в Беларуси банк данных волонтерского движения. Глава государства отметил труд волонтеров во время и в преддверии вторых европейских игр. И тот факт, что без их помощи было бы невозможно создать теплую, искреннюю и доброжелательную атмосферу. К слову, Сергей Лошкевич, преподаватель университета имени Франциска Скорина, также был на вторых европейских играх. Он был судьей на матчевых встречах по легкой атлетике. Всего от ГГУ в Минск четверо человек поехали в качестве судей. Двое работали на фотофинише. Один входил в бригаду фальстарта, еще один судил на соревнованиях по метанию копья. Наш герой работал на фотофинише. Это было очень волнительно, я бы сказал, потому что у нас был как бы старший рефери, который из Хорватии, Златомир Чеч, он из Европейской ассоциации. То есть он как бы старше над нами. Но мы договорились, что один матч судит он, другой сужу я, третий мой коллега Антон Сныславич Геркусов. И как бы старше он, и он тебя контролирует. Но ответственность как бы на тебя, если ты неправильно сделаешь, это будет твоя недоработка. На европейских играх было такое немного более волнительное, потому что и сам высокий уровень организации, и высокий уровень ответственности. То есть понятно, что если будет какая-нибудь проблема или недоработка на такого уровня соревнований, что вероятность того, что в следующий раз дадут какие-нибудь масштабные соревнования проводить, очень мала будет. Для меня, как для человека, связанного со спортом, жалко, что такие соревнования у нас проходят очень редко. И я очень рад, что я попал на судейство вот этого. Областные центры также присоединились к проведению форума. В регионах были организованы фан-зоны. Их посетило более 450 тысяч человек. По данным Управления спорта и туризма, у Белосполкома более 6 тысяч жителей нашего региона приобрели билеты на вторые европейские игры. Те, кто не смог поддержать спортсменов на важных стартах в Минске, мог присоединиться к событию в фан-зоне в Гомеле. Нравится сама атмосфера, весело. Пришли сюда с семьей, посмотреть, поболеть за нашу команду, поучаствовать в различных интерактивах. Хорошее настроение, праздничное, болеем за нашу страну. Атмосфера радужная, люди очень добрые, приветливые, все рады друг друга видеть. Предстоящие события очень масштабные, очень интересные. Хотелось бы на нем поучаствовать, поприсутствовать, но пока мы наблюдаем с экрана. Нам здесь очень нравится, очень классная атмосфера. Еда очень вкусная, развлечение классное. Мне очень нравится концерт, и мы болеем за каратистов. Здесь настолько все впечатлительно, а вы не представляете настроение, впечатление, эмоции, моменты. Это очень круто. Спасибо. Три, четыре. Наступило время ярких побед! Среди болельщиков были представители Гомельского областного объединения инвалидов-спинальников. Они также приехали в фан-зону, чтобы поддержать белорусов на главном спортивном форуме года. Ну, мы, как и все люди, болеем за наших на вторых международных играх. И, конечно, желание посетить эту фан-зону у многих ребят тоже появилось. Поэтому мы пришли тоже продемонстрировать свою поддержку для проведения таких соревнований. Но такие мероприятия, я считаю, важны. Международные спортивные такие соревнования, мероприятия очень важны для любой страны. Поэтому тут в первую очередь, конечно, во-первых, это высокий скачок патриотизма. Потому что спорт – это, конечно, большая составляющая идеологическая именно работа. Второе, конечно, то, что признание международной общественностью и международными структурами Белоруссии и предоставленная возможность организовать и провести такие мероприятия – это очень, я считаю, важно для нас. Гомельская фан-зона, которая располагалась здесь, на площадке возле Ледового дворца, работала до позднего времени. Для удобства болельщиков были организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. За вкусную еду и напитки отвечал фудкорт. Кроме того, на протяжении всех десяти дней в фан-зоне выступали лучшие творческие коллективы Гомельской области. Я хочу сказать, что весь город, все службы города, области сработали для того, чтобы жителям нашего города, прежде всего, было куда прийти, посмотреть, увидеть, где-то, наверное, удивиться и поболеть за своих спортсменов. Многие жители нашей страны, нашей области, они познакомились с этими видами спорта, потому что многие из них были в прямом эфире, на фан-зоне. Много людей, люди удивлялись, что все-таки мы способны и не только принять, а достойно принять эти соревнования. К слову, у некоторых спортсменов были и персональные болельщики. Делегация из Гомеля посетила командное соревнование по дзюдо. Полсотни персональных болельщиков отправились в Минск, чтобы поддержать гомельскую дзюдоистку Викторию Новикову. Фан-клуб спортсменки составили учащиеся и сотрудники с дзюшор профсоюзной организации «Гомсельмаша». Для поддержки своей землячки юные болельщики запаслись баннерами и кричалками. Мы не случайно выбрали именно командное первенство. Оно более интереснее, и мы уже поболеем не только за нашу Вику, но и за всю белорусскую команду. Мы провели конкурс рисунков среди детей, конкурс речевок. Дети готовились к этой поездке, готовились к этому форуму, очень хотели поехать. Сами все соизволили желание выкупить билеты. Я сама недавно была на открытии, смотрела велосипедные гонки, женские, мужские, и действительно прочувствовала, что такое этот форум. Для этого, чтобы почувствовать всю эту атмосферу, надо на самом деле побывать в Минске, окунуться в этот праздник и почувствовать. Во-первых, я очень волнуюсь, да, и, конечно, хочется посмотреть на всех дзюдоистов. Это, честно, моя мечта, как бы всегда хотелось бы попасть на такие соревнования. Очень рада, что наш стадион организовал это, потому что это, правда, классно съездить посмотреть. И нам было просто даже самим интересно, а сколько людей выйдет и посмотрит эти игры. На сегодняшний день порядка 12,5 тысяч болельщиков купила билеты, посетила город Минск и поболела за наших спортсменов. Ну, я считаю, что все масштабные соревнования, которые проводятся в нашей стране, будь то чемпионат мира по хоккей, который был, либо это вторые европейские игры, либо это будет вот в сентябре 2019 года будут проходить матчи-восстречи Европы-Америка по легкой атлетике. То есть это соревнования, которые придают, я бы сказал, даже так, уверенности нашей стране, потому что мы разговариваем со спортсменами, когда общались. И вот я общался со спортсменом из Англии, он говорил, что мне очень понравилась Белоруссия, и я готов со своей семьей приехать сюда посмотреть. То есть не только Минск, а другие города, как они. То есть в качестве, может, развития даже вот этого туристического направления. То есть многие спортсмены очень понравились Белоруссии. С помощью европейских игр наша маленькая страна, она действительно маленькая, она заявила не только на Европу, она заявила на весь мир, что мы можем, что мы умеем, и что хотя мы маленькие, мы осчастливаем всех. Вот такими яркими получились вторые европейские игры для волонтеров и болельщиков. Спортивные итоги этого масштабного форума мы подведем в следующей программе. А пока оставайтесь на Беларусь-4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова